С нами на связи находится наш следующий гость Виктор Балагаде, бывший редактор, коммерсант UK. Виктор, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Виктор, мы уже обсуждали Романа Абрамовича как переговорщика, и сейчас журналисты приводят дополнительные данные в пользу того, что он действительно задействован в переговорах между Россией и Украиной. Почему все-таки Абрамович, как вы считаете? Ну, Роман Аркадьевич Абрамович имеет связи, которым редко кто может похвастаться такими связями, которые существуют у Романа Абрамовича. Нужно не забывать, что он здесь не первый, нет, не первый, но он один из первых русских олигархов, который постоянно проживал на Западе. Во всяком случае, до начала войны. Он появлялся в России даже в то время, когда занимал пост губернатора Чахотки. Появлялся в России мимолетно, а постоянное его место жительства была Великобритания. В какой-то момент это стал Нью-Йорк. В это время же, в то же самое время, он не просто проживал на Западе, но и обрастал здесь довольно влиятельными политическими связями. Его команда юриста, во всяком случае, в Лондоне, откуда я с вами говорю, это одна из самых лучших, это одни из самых лучших юристов, которые есть в Британии. Кроме связей, его связи здесь в Лондоне, у него большие связи в Нью-Йорке. Одно время, где он жил, в то время, когда стоял в браке с Дарьей Жуковой. И также нужно не забывать его связи и влияние в еврейских общинах по всему миру. То есть мы знаем его этническое происхождение и его компании, в которых участвовал его клуб Челси. В то время, когда он владел футбольным клубом Челси, была целая компания в премьер-лиге, в английской премьер-лиге, в борьбе против расизма, антисемитизма и разной любой этнической дискриминации. Все это было сделано на деньги Абрамовича, и он сам, кажется, в около полумиллиарда долларов он сам пожертвовал жертвам Холокоста и вообще вот на этой еврейской теме. Так что у Абрамовича разные связи, как на Западе. Я уже не упоминаю о его связи, которые всем хорошо известны в Кремле. То есть его связи как на Западе, так и по еврейской общине, но и его близкие связи с Путиным, его делают, конечно, идеальным человеком для закулисной дипломатии. Важность закулисной дипломатии нужно учитывать, если мы будем учитывать природу власти, которая существует в России, и секретные службы, ту роль, которую играют секретные службы, они, конечно же, зачастую предпочитают все делать, чтобы все было шито, крыто. Виктор, здесь, конечно же, стоит задать вопрос об интересе Абрамовича. Мы все понимаем, что один из интересов это ослабление санкций, но те же журналисты The Wall Street Journal пишут о том, что у западных союзников Украины и у самой Украины есть некоторое разочарование в успехах Абрамовича. Те переговоры, которые были в апреле, по сути, провалились, боевые действия продолжаются. Ну и попытка Абрамовича спасти свои состояния на Западе может провалиться из-за этого. Ну и как бы помимо этого говорят, что то перепрофилирование, которое произошло, то есть от глобальных таких стратегических переговоров к каким-то локальным сделкам, локальным обменам тоже не говорит в пользу результативности Абрамовича как переговорщика. Сможет ли он выйти из этой ситуации и, возможно, у него есть какие-то еще интересы, помимо тех 15 миллиардов, которые у него хранятся на Западе? Ну, его успех, его посредническая деятельность, конечно же, напрямую зависит от адекватности мышления политического руководства России. Мне кажется, на всяком случае у меня сложилось такое впечатление, что у европейских политических кругов, к сожалению, существует какое-то преувеличенное мнение о возможностях российских олигархов. Завышенные ожидания. Завышенные ожидания от того, что они могут. И, наверное, недостаток понимания, насколько они зависят от политических фигур и политического руководства страны, я имею в виду Российской Федерации. И с кем бы я ни общался, из английских политиков, из британских политиков, все они считали, что санкции, которые Запад накладывает на российскую олигархию, это не просто наказание за какие-то политические поступки политического руководства Российской Федерации, но и надежда посеять какой-то разброд или перетянуть этих бизнес-лидеров страны на сторону западноевропейских ценностей. Учитывая, что многие из них живут на Западе, дети воспитываются на Западе и так далее. Многие из них обладают этими западноевропейскими ценностями, я имею в виду российские олигархи. Но тот страх, который они в то же время испытывают перед политическим руководством России, та зависимость, которая есть, и понимание, что их состояние сделано только благодаря воле тех же самых российских политиков, все это говорит о том, что они навряд ли смогут играть какую-то активную роль в изменении ситуации в России. Да, Абрамович имеет прямые связи. Уже несколько раз встречался, как говорят, с Владимиром Путином после начала войны. У него есть прямая связь с Антоном Войно, человеком, который возглавляет администрацию российского президента. Но он может быть только посредником. Он может быть тем голубем, который будет приносить или доводить точку зрения украинской стороны, или точку зрения европейских и западных лидеров, до Путина. Но навряд ли он сможет каким-то образом переубедить его. И отсюда я возвращаюсь к своей первой фразе. Его успех и всех его компаний будет зависеть от адекватности мышления Путина, или же от того, насколько Украина и Европа сможет загнать его в угол, где он поймет, что у него больше нет никаких других выходов, как пойти на какие-то мирные переговоры на условиях Украины. Так что здесь его возможности, Роман Аркадьевич, к сожалению, ограничены. Ну, тем временем, как мы знаем, под санкционным давлением Запада находится не только отдельная олигархия, но и Россия как государство в целом. И юридическая служба Совета Европейского Союза сообщила дипломатам, что у ЕС есть все законные полномочия временно привлечь минимум 34 миллиарда евро активов российского Центробанка на восстановление Украины. Речь идет о средствах, которые Центробанк держал на депозитах и коммерческих, и центральных банках европейских стран. Направить российские резервы на помощь Украине возможно при условии, что они не конфискуются. Напомним, что в Евросоюзе изучались варианты использования замороженных российских активов после вторжения в Украину. На ваш взгляд, Виктор, насколько реально привлечь эти средства? По-моему, общая сумма активов Центробанка, которые размещены за рубежом в странах Запада, оценивалась в 300 миллиардов. Здесь речь идет о 34 миллиардах евро. Как это поможет надавить на Россию, если еще есть какие-то, на ваш взгляд, возможности давления санкционного? Потому что мы видим, что мосты сжигаются, в первую очередь, самим российским режимом. И чем дальше, тем больше похоже на то, что санкции никакого действия на политику Кремля не возымеют. Вот этот шаг по привлечению 34 миллиардов Центробанка, он будет иметь сугубо практический смысл для Украины финансовый, либо все-таки и политические последствия этого шага тоже могут быть. Я думаю, здесь в основном, конечно же, преимущество Украины. То есть то преимущество, которое Украина получит от перенаправления этих российских средств на восстановление инфраструктуры страны, которая была, опять-таки, разрушена российскими военными, это будет основной результат этого хода Евросовета. Нужно понимать, что Европа всегда, накладывая санкции, всегда оставляет дверь приоткрытой. Даже если мы будем возвращаться к теме, к главному герою нашей предыдущей теме, Романа Аркадьевича Брамовича, то, предположим, те 3 миллиарда, которые были сгенерированы, там было 4 миллиарда, но 3 миллиарда, которые были сгенерированы из этих четырех от продажи футбольного клуба Челси, и британское правительство сказало, что оно направит на помощь Украине. Но дело в том, что средства до сих пор лежат замороженными на счету. Те же самые 7 миллиардов Абрамович, которые были арестованы на острове Челси, тоже все еще заморожены на счету и никуда не перенаправляются. То есть Европа привыкла действовать постепенно, поступательно, и всегда накладывая или объявляя какой-то определенной санкции, она пытается приоставить дверь открытой, надеясь, что все же ей не нужно будет полностью экспортировать эти частные средства, потому что все же здесь есть еще и определенное законодательство и уважение к частной собственности. Но насколько эта реформа, вернее не реформа, насколько этот законопроект будет успешным, конечно же, зависит от политической воли европейских политиков. Мы должны помнить о том, что Евросовет уже осенью прошлого года объявил о том, что они в этом году, в 2023 году, Украине выделят около 18 миллиардов евро на восстановление инфраструктуры, на поддержание социального сектора, то есть на выплату пенсии, на выплату зарплат госслужащим. И это целая программа. Это целая программа, которая включает в себя принятие определенного количества законов, который включает в себя выпуск евробондов, потому что эти средства, конечно же, будут не просто напечатаны, а их нужно будет откуда-то взять, соответственно, привлечь инвесторов, выпустить эти евробонды. Также будет распределение покрытия процентов, которые начнут тикать, кажется, если я не ошибаюсь. Если все-таки Совет Европейского Союза это решение окончательно примет, утвердит, и можем ли мы тогда рассматривать этот шаг как прецедент для Украины, и можем ли ожидать, что Украина получит доступ к другим активам в России, то есть можем ли мы на такое надеяться в будущем? Спасибо.